Результаты готовы. Речь идет о контрольной закупке продуктов, которые проводили общественники и наша съемочная группа в крупнейших гипермаркетах города. Что же показали результаты лабораторных исследований и всегда ли можно верить тому, что написано на упаковке, расскажет Константин Миронов. Покупать продукты можно, но нужно быть внимательнее с выбором. К такому выводу подталкивают результаты лабораторных исследований. Напомним, на минувшей неделе мы вместе с общественниками из проекта «Народный контроль» сделали контрольную закупку молочной продукции в крупнейших гипермаркетах Владимира – Ашане, Глобусе и Ленте. Накануне мы показывали, как это было и сегодня обещали рассказать о результатах. Оговоримся сразу. Брали общественники по два образца продукции. Как говорится, наугад. Издавали их в испытательную лабораторию Владимирский ЦСМ, чтобы там проверили сметану разных производителей на соответствие ГОСТу или как минимум тому, что написано на упаковке товара. Значит, сметана – это массовые доли белка методом кельдаля. То есть, вначале пароба сжигается, и потом в дальнейшем она проходит обработку на приборе кельдаляне. Массовые доли жира, то есть на приборе жаромере. Вот он. Кислотность и трава ним также. Результат анализов по сметане нам передали сегодня. Оказывается, что образцы продукции, которые мы взяли в ленте Ашане, соответствуют ГОСТу. А вот к сметане из «Глобуса» возникли вопросы. По результатам проведенных испытаний образец сметана, массовая доля жира 20%, ГОСТ 31-452-2012 не соответствует требованиям ГОСТ по показателям. Массовая доля жира – массовая доля белка. Оказалось, что это сметана под торговой маркой самого «Глобуса». К слову, подобные контрольные закупки общественники проводят регулярно. И мы решили заглянуть на портал «Потребитель-33», чтобы выяснить, каким еще образцам молочной продукции были нарекания. Оказалось, что в списке продуктов значится еще один товар под торговой маркой «Ваш выбор». Она тоже продается в «Глобусе». И именно там был взят этот образец. А вот результат исследования. Предоставленный образец не соответствует требованиям по показателям массовая доля жира – массовая доля белка. Получаются результаты, как и в сметане. В июне этого года активисты народного контроля снова закупали молочку в гипермаркетах. И снова молочная продукция, которая продается в «Глобусе», оказалась в числе несоответствующих качеству. Как нам пояснили в лаборатории, отклонение в уровне белка говорит либо о нарушениях процесса производства, либо о некачественном сырье, использованном производителем. В любом случае это нарушение, которое должно быть устранено. Наши потребители не должны подвергать опасности свое здоровье и платить за товар ненадлежащего качества. Обо всех нарушениях общественники сообщают надзорные органы, чтобы там приняли меры. И некачественная продукция не появлялась на прилавках. Но, по словам активистов, санкции для торговых сетей слишком малы, поэтому предприниматели продолжают закрывать глаза на некоторые нарушения. И решить эту проблему, говорят общественники, можно только на законодательном уровне. И депутаты Молодежной Думы региона, которые также участвуют в работе проекта «Народный контроль», задумываются о разработке законопроекта, который ужесточит ответственность торговых сетей за продажу товаров, которые не соответствуют ГОСТу. К сожалению, такая ситуация есть сейчас на рынке, и много факторов влияет на это, так как и в законодательной части мы будем рассматривать все нюансы непосредственно рынка. И будем учитывать, что и уровень конкуренции сейчас такой, что некоторые производители специально должны занижать уровень своего качества продукции для того, чтобы непосредственно войти на рынок. А вот последняя информация уже по линии федерального ведомства Россельхознадзора. Специалисты отдела фитосанитарного контроля провели плановую комплексную проверку в крупном сетевом магазине Владимира. Как сообщили в ведомстве, речь идет именно о «Глобусе». Там нашли более 500 килограммов семечек подсолнечника без документов, которые могли бы подтвердить безопасность и качество товара. Обе партии зерен подсолнечника находились в реализации. В результате, по факту нарушения, юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Штрафов 100 тысяч рублей. Обе партии сомнительного товара, по данным Россельхознадзора, уже уничтожены. И к теме качества продуктов мы еще вернемся, но уже в следующем году. Константин Миронов и Артем Горчаков. Шестой канал. Ночной дебош в городской больнице. Микрорайон «Орктруд» сегодня ликвидирует последствия ночного ЧП. Пьяный мужчина проник в диспетчерскую 7-й городской больницы и устроил там погром. Убыток только на первый взгляд. Врачи оцениют 200 тысяч рублей. Кто будет восстанавливать разбитые окна и испорченное имущество, расскажут мои коллеги. Врачи в городскую больницу «Орктруда» до сих пор не могут прийти в себя от шока. В их кабинетах вместо порядка разбитые стекла, перевернутая мебель и сломанная техника. Все это результат не разгула стихии, а дебоша. В обычную ночную смену в больницу пришел нежданный посетитель. Медики рассказывают, мужчина был нетрезв, нецензурно бронился и угрожал рукоприкладством. А потом начал крушить все вокруг. Все окна здесь были разбиты. Как я говорил, вот здесь все было оргтехника, вот то, что остатки мы частью уже убрали. Пробита дверь, вырваны коммуникации, все вот эти подводки, кабели идут. Телефон был вырван из сети. В результате погрома пострадало три кабинета лечебного корпуса. Уже сейчас первоначальный ущерб для учреждения медики оценивают в 200 тысяч рублей. Мало того, из-за дебошира без связи осталась станция скорой помощи. После того, что случилось у нас, у нас служба где-то на 3-4 часа была выведена из строя. Мы не могли, пока налаживали связь, не могли нормально работать. Это, конечно, негативно сказалось на нашей работоспособности. Плюс, вот наш диспетчер уже человек в возрасте, она, конечно, перенесла очень сильное потрясение. В результате звонки из микрорайона вынуждены были перевезти на станцию во Владимир. Так что пациентов без помощи не оставили. Но как объяснить внезапный приступ ярости пациента? В больнице сейчас гадают. Пока списывают все на действия алкоголя. По словам очевидцев, хулиган оказался не местным. Некоторые сторожилы рассказывают, что мужчина приезжал к друзьям. Самое интересное, в этот вечер сотрудники больницы с мужчиной встречались ранее. В скорую поступил звонок о пациенте, который потерял сознание. Но когда на место приехала бригада, их встретил тот самый мужчина в полном здравии. А позже тем же сотрудникам пришлось скручивать дебошира уже в больнице. На тот момент, как я сюда приехал, здесь было все разгромлено. Диспетчера и фельдшера не было на месте. Были повреждены компьютеры, телефоны, оргтехника, разбиты стекла и двери. Пришлось применить немножко физическую силу. Не без помощи товарища. И его связали. К счастью из медперсонала. В этой потасовке никто не пострадал. Кто будет возмещать больницу ущерба и будет ли наказан дебошир, на эти вопросы сможет ответить полиция. Проверку по факту разгрома больницы уже проводят. Валерия Саенко, Екатерина Корнилова, Дмитрий Журавлев, 6 канал. Район приходит в упадок. Так говорят жители Кольчуги на своей территории. Люди уже почти 30 лет ждут, когда им достроят школу и дадут новые квартиры взамен аварийных. Последней каплей терпения стала ситуация вокруг городского пруда, о которой мы рассказывали. Торген и его благоустройство выиграл индивидуальный предприниматель, который по слухам занимается выпуском туалетной бумаги. Почему же все так? Этим вопросом задались мои коллеги. Под конец года всегда принято подводить итоги. 2018 год не будет исключением. Не всегда итоги бывают положительные. В году уходящим особенно отличился Кольчугинский район. Почему-то получилось так, что самое большое количество проблем у жителей 33 региона возникает именно здесь. Людям даже приходится проживать в домах, где опасно. Всего по Кольчугинскому району 14 подобных домов. Наш дом с 2012 года признан аварийным и снял с баланса. Но мы до сих пор никак не получим квартиры. Хотя по закону в течение полгода нам должны были предоставить квартиры. Но вот уже 6 лет мы не можем никого добиться никакой справедливости. Ни ответа, ни привета от нашей администрации нет. В такой сложной ситуации с собственниками, а стену чиновничьего равнодушья бьются и общественники. Они знают, как оформлять документы и куда их направлять. Но это никак не влияет на ситуацию. Людям отвечают, ждите, денег нет. К сожалению, мы не можем добиться администрации никакой положительной динамики в решении этих вопросов. То ли дело принципа, то ли дело нежелания работать. И постоянно обвинять кого-то, что нет финансирования, не оказывается в бюджете денег, средств именно на расселение, на аварийный фонд жилья. Но это глупость. На самом-то деле ситуация совершенно другая. Проблема аварийного жилья для кольчугинцев не единственная. Этим летом весь город страдал из-за замены теплотрассы, которая питает один из самых многочисленных микрорайонов города. Тогда, говорят местные жители, раскопали полгорода, а работы не велись, потому что проект оказался невыполнимым. И подрядчик долго ждал, когда внесут изменения. В это время у одних были перебои с горячей водой, а другие просто не могли пользоваться привычными маршрутами из-за раскопа. И даже это русские люди выдержали бы, если бы работы доделали. Местные жители пытались совместно с администрацией решить насущную проблему, но чиновники решили проигнорировать просьбы жителей. Мы обратились в администрацию с просьбой организовать встречу главы администрации с населением, чтобы своевременно решить вопросы по объявлению конкурса по ремонту нашей дороги и одновременным решением проблемы с талами и ливневыми водами. Но на сегодняшний день я никак не могу выяснить, будет ли такая встреча. Вообще кто-то организовывает ее, занимается ли кто этой проблемой. Хотели жители благоустроить и центральный пруд, но и тут не получилось. Был создан проект на 80 миллионов рублей, но конкурс он не выиграл. Проблему решила бывший губернатор Светлана Орлова. Выделила 40 миллионов на благоустройство пруда. Но местные жители не верят, что благоустройство состоится. Вообще-то ждем благоустройства всего города, а не только этого пруда. У нас нет тротуаров, по которым можно ходить. То есть пройти, например, чуть-чуть подальше, вообще невозможно. Не знаю, вычистит или нет, но нормального состояния ничего тут, наверное, и не будет. Результат не заставил себя долго ждать. Первым этапом благоустройства стали работы по очистке дна пруда от илового слоя. Конкурс был объявлен всего на 5 миллионов рублей. Его выиграл предприниматель Артамошкин, который производит туалетную бумагу в поселке Бавлено. Сумма, за которую он решил вычистить пруд, упала до 3 миллионов 153 тысяч рублей. Предприниматель, видимо, основываясь на своем опыте, решил не строить лежневую дорогу, предусмотренную проектом. И при первой же попытке подъехать к пруду утопил экскаватор. На вопрос, почему же на торги по благоустройству и очистке пруда было выделено всего 5 миллионов рублей, если изначально проект предусматривал 80, глава района ответил. Я многих ребят, в том числе наших местных, пожалуйста, проедьте, промерьте вот это вот иловое отложение в нем, сколько это будет примерно стоить. Все назвали от 4 до 5 миллионов. Но они не подписывались под это. И когда уже пришло время заявляться на конкурс, мы опять к этим ребятам обратились, то есть у нас будет вот 5 миллионов, и мы готовы разместить. Они говорят, да что, мы тут походили 15 миллионов минимум. Ну, мужики, ну так не делается. Но мой корпус будем объявлять на 5. Также под конец года в Кольчугино должна была распахнуть в своей двери новая школа. Ее здесь ждут долгие годы. Но к первому сентября подрядчик не успел. Сроки перенесли на конец декабря. И снова фиаско. Школа не открылась, деньги не освоены. Но людей это не удивляет. В маленьком районном городке Кольчугино все все друг про друга знают. В том числе о тех людях, которые стоят во главе района. И местные рассказывают, что сейчас хозяина в районе нет. Как сменился глава, профессионалы ушли из администрации. А заменили их, как говорится, своими да нашими. Люди рассказывают, что руководящие посты в администрации заняли люди, приближенные к главе. Вот что нам удалось узнать. Сам глава администрации района руководил местным заводом. Но после того, как Борошенко встал во главе района, посты в администрации начали занимать его бывшие заводчане. Так, например, его первый заместитель, Равиль Мустафин, работал на одном заводе с Борошенковым в должности металлурга. Марьяна Баранова была там же юристом, а теперь возглавляет управление архитектурой и земельных отношений Кольчугинского района. А вот секретарь завода Ирина Ануфриева возглавила отдел делопроизводства. За вывоз мусора в районе ответственным стал Сергей Мухин, который с Борошенковым тоже раньше вместе работал. Наталья Ананева сейчас заведует управлением благоустройства и дорожного хозяйства. А до этого была менеджером по продажам. Все на том же заводе. И все бы ничего, если бы каждый хорошо знал свою работу. Но судя по предыдущим местам трудоустройства и состояния дел в районе, несложно провести параллели и сделать выводы об эффективности руководства, которое допускает и жизнь людей в аварийных домах, и многолетний школьный недострой, и странные торги. Константин Миронов, Шестой канал. Водителя, сбившего детей на переходе, нашли. В ВД области сообщает, им оказался 64-летний местный житель. Напомним, ДТП с наездом на двух школьников произошло утром 25 декабря в районе 8 часов. Двое мальчиков 11 лет переходили дорогу по пешеходному переходу на Суздальском проспекте. Там на них наехала Нива-Шевроле серебристого цвета. После аварии водитель скрылся с места происшествия. К счастью, дети серьезно не пострадали. Мальчикам оказали медицинскую помощь на месте. Приметы автомобиля, который скрылся с места ДТП, сразу разослали по всему городу. В результате на следующий день водителю удалось найти. Указанный водитель привлечен к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Также в отношении данного водителя составлен административный протокол за нарушение части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях. В санкции данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет. Или административного ареста на срок до 15 суток. И снова Струнина. Губернатор области Владимир Сипягин накануне провел там почти весь день. Глава региона встретился с общественностью и провел на месте заседания рабочей группы по контролю за исполнением поручения президента России. Напомним, Струнинская тема прозвучала во время прямой линии с главой государства. Жители были обеспокоены с закрытием медучреждения. Готовы ли власти выполнить поручение в срок, который уже на исходе, знает Алексей Домнин. Здесь было так холодно. Что? Тоже новые светильники. Все новые. Здесь все новые. Практически громней камня стен. Срок выполнить нельзя. Перенести. Где поставить запятую в этой фразе? Этот вопрос обсуждался накануне в Струнина. Туда с официальным визитом приехал губернатор Владимир Сипягин. О самом, пожалуй, громком ремонте последних месяцев отчитываются областные чиновники. По их словам, капитальный ремонт почти всех объектов уже завершен. Но вместе с тем, часть работ вынуждена перенести на следующий год. Вина за срыв сроков, по мнению нового губернатора, лежит на команде Светланы Орловой. По моему поручению был проведен аудит распределительных документов прежней администрации области. В ходе проверки было установлено, что протокол от 9 июня, касающийся выполнения поручения президента по организации здравоохранения в Струне, не в полной мере соотносится с поручением главы государства. Если сравнить два документа, это так и есть. За моей подписью в Минздрав было направлено соответствующее письмо. По словам чиновников, слухи о срыве поручения президента в плане переоснащения лечебного заведения сильно преувеличены. В некоторых корпусах уже установили современное медоборудование, а в целом оснастить медгородок планируют в следующем году. Оборудование сейчас уже поставлено в детскую поликлинику, частично распаковано и ведется монтаж. На закупку оборудования в больничном городке выделено 44 миллиона 214 тысяч рублей. До конца 2018 года все контракты будут заключены. Идет процесс поставки оборудования. Но некоторые жители все равно недовольны. Уверяют, Струнино процветают финансовые махинации. Об экономических преступлениях твердит та же инициативная группа, что указала президенту в ходе горячей линии на закрытие медгородка. Теперь у людей претензии к новой администрации области. Действия департамента здравоохранения Владимирской области прослеживаются экономической вплоть до уголовного преступления. Я хочу еще раз обратить внимание, Владимир Владимирович, что вас подставляют ваши же ближайшие соратники. А у соратников информация другая. По словам в Рио губернатора по социальной политике, Минздрав России не нашел каких-либо нарушений. Если есть какие-то нарушения, значит, соответствующие компетентные органы проведут проверку. И у них тоже имеется и ваше обращение, поэтому работы все ведутся под пристальным прицелом. А вот факт покупки лекарств пациентами за свои деньги, по словам руководителя территориального органа Росздравнадзора региона, нашел свое подтверждение. Причем протоколы об административных правонарушениях были составлены как в отношении нынешнего, так и прежнего руководства лечебного заведения. В общей сложности штрафные санкции коснулись, по-моему, около полмиллиона рублей. По всем этим проверкам были выданы предписания об устранении военных нарушений. В следующем году Струнинский вопрос будет окончательно решен, обещают чиновники. Но что делать с отсутствием узких специалистов в больнице Струнина? Этот вопрос местные жители адресовали Владимиру Сипягину. Глава региона заявил, что решить этот вопрос можно будет в перспективе. Путем создания на Владимирской земле медицинского вуза. По его словам, это способно удержать молодых докторов от переезда в другие регионы. И это, пожалуй, одно из первых предложений новой администрации, которая носит не частный, а системный характер в области здравоохранения. Алексей Домин, Александр Мажаров, Шестой канал. Деликатесы, сувениры, подарки из 33 региона и разных уголков страны. В преддверии новогодних праздников в Владимирском экспоцентре открылась 17-я межрегиональная выставка-ярмарка «Новогодняя карусель». Свою продукцию представили 130 производителей предприятий нашей страны и Республики Беларусь. Чем удивляет ладимирцев, узнали мои коллеги. Необычные сувениры, подарки и угощения к празднику из Владимирской области разных уголков страны и Белоруссии. На предновогодней ярмарке в экспоцентре с утра многолюдно. Она проводится уже в 17-й раз. Это уже становится брендом для нашей торговой промышленной палаты Владимирской области. Здесь сегодня 130 компаний выставляют свои товары из 25 регионов и из Республики Беларусь. Зима – время тепла и уюта. Чтобы в самый морозный день сохранить красоту и комфорт, нужны изделия из натуральных материалов. Эти варежки, теплые носки для всей семьи привезли из Сибири. Есть изделия ручной и фабричной вязки. А это знаменитые оренбуржские пуховые платки, шали, паутинки. Славятся своим теплом и тонкостью. Такие невесомые, что свободно проходят сквозь кольцо, связаны и с козьего пуха. Это зависит от качества пуха, чем именно славится наш оренбургский пух. Только из него можно настолько тоненькую сделать нить. Свитер – еще один из вариантов теплого подарка к Новому году для каждого члена семьи, начиная с малышей от трех лет. Эти яркие свитеры турецкого производства сделаны из шерсти ягненка и кашемира. Антиаллергенные, потому что шерсть снимается с шестимесячного ягненка, где еще не присутствует ланолин. Легкие в уходе, не образуют катушек. Самое главное – пропускают воздух к телу, чтобы дышало. Подобрать на ярмарке можно и символичные подарки. Необычные сувениры для родных и друзей. Эти изделия вырезаны мастерами. Некоторые работы расписаны акриловыми красками и покрыты лаком. Цветы, фигурки, шкатулки, украшения сделаны из необычного камня селенита. Его добывают в Пермском крае. Вселенная с греческого означает луна. Лунный камень, такого желтого, красивого, солнечного цвета. Уникален своей красотой. Месторождение единственное на планете большое у нас в Пермском крае, Ординский район. Для ценителей практичных подарков – товары для чистоты в доме и автомобиле, чтобы уборка была легкой и приятной. Секрет этих изделий в микроволокне, которое впитывает влагу, пыль и жир, как маленький пылесос. Акцию мы проводим салфетки шведского производства для стекол, зеркал хрусталя, не оставляющие никаких разводов. Одна операция – ваши стекла в зеркалах сверкают, как хрусталь Сваровского. Вот такая очень хорошая салфетка тоже идет по акции. Это кроме стекол кафель, металлические хромированные изделия. И салфетка для сухой уборки работает как пылесос, она втягивает в себя пыль. Отдельную площадку на ярмарке занимают продукты питания. На прилавках продукция со всей страны. Это сладости из Саратова. Конфеты, печенье, мармелад, зефир, пастила. Настоящий праздник для любителей сладких угощений. Главный критерий выбора – качество продукции. Все вкусное, все натуральное, все свежее, все варилось в 20-х числах. Мы хорошо подготовились, чтобы новогодний стол у людей был хорошей. Вся продукция на натуральных основах – это плодовое пюре, агар, пехтин. Удивить близких и друзей за новогодним столом можно мясными деликатесами. Эту продукцию, к примеру, привезли из фермерского хозяйства Краснодарского края и Белоруссии. В основе натуральное мясо разных видов. Есть со специями и пряностями – вяленое и сырокопченое. Продукция рассчитана как на ценителей традиционных продуктов, так и на настоящих гурманов. Есть гусь вяленый, оленинка, лосятинка. Потом у нас очень много рубленых колбас. Разные телятинки, свининки, сырокопченый колбас, сал домашний, масло. Ярмарка «Новогодняя карусель» будет открыта во Владимирском экспоцентре до 29 декабря. Маргарита Вахрова, Игорь Хребко, 6 канал. Это все, о чем мы успели сегодня рассказать. Я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Синоптики прогнозируют сегодня ночью у Владимире пасмурную погоду, выпадет снег, температура воздуха составит 12 градусов ниже нуля. Завтра днем в областном центре будет малооблачно, возможно, небольшой снег. Столбики термометров покажут минус 8, минус 9 градусов по Цельсию. Ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров рдутного столба, влажность воздуха 88%. За шубой только 6 дней. Во Владимире работает праздничная новоторжская ярмарка. Это крупный российский производитель и большая выставка продажа натуральных шуб. Для вас мутон, нутрия, каракуль, российская норка премиального качества. Праздничные скидки, подарки за шубой на новоторжскую ярмарку. Во Владимирский экспоцентр с 3 по 8 января. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА